Веселые и находчивые есть на любом предприятии. В финале Самарской трудовой лиги КВН на сцене встретились представители самых разных профессий. Сотрудники авиационного завода, нефтегазовой промышленности, молодые педагоги. Каждый нашел в своей работе то, над чем можно от души посмеяться. Ольга Соколова и ее команда представляют банковское дело и шутят на профессиональную тему. 7% годовых вроде и немного. А тянут, потянут, вытянуть не могут. Знаете, это мы на работе серьезные люди. На самом деле мы такие же обычные, простые, веселые ребята, которым тоже нужен, знаете, отрыв и вот эти вот эмоции положительные, заряд. То, что вот заряжаемся от просто позитива самого зрителя. То есть вот это вот прям и очень много значит для нас. И прям хорошо в работе. Достойными соперниками для банковских работников стали представители, на первый взгляд, совсем не веселой профессии. Команда «Поживем-увидим» занимается ритуальными услугами, а именно изготовлением надгробных памятников. У нас светлый юмор, светлый. Да, больше светлые. Мы стараемся добавить более яркие краски в наше выступление, чтобы совсем людям не было страшно смотреть на нас. Леонид, мы же с вами весь сезон на одной сцене. Держите подарок. О, красиво упакована. Работа у меня такая. Жюри высоко оценили выступления обеих команд. Они разделили первое место. А участница команды по курсу Наталья Дунаева получила еще и звание КВН-часы года. Второе место заняла Ассоциация молодых педагогов по Волжье, а третье – работники Самарской нефтегазовой промышленности. Суть этой игры и изюминка этой лиги, что команды с разных предприятий оказываются на одной сцене. И у зрителей есть уникальная возможность за два часа познакомиться с теми или иными успехами, задачами, проблемами, какая-то сатира про той или иной предприятие. На этом третий сезон трудовой лиги КВН завершен. Но команды региона уже начинают подготовку к следующему. Он стартует уже весной. Андрей Фазеев, Сергей Костин. Новости губернии.